МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мотоциклист ехал быстрее разрешенных в городе 60 км в час. А находившийся за рулем джипа северянин поворачивает налево и притормаживает, чем создает помеху едующему по своей полосе мотоциклисту. Он заваливает свой транспорт на бок, слетая с мотоцикла, который врезается в машину. Напомним, байкер после аварии был госпитализирован с травмами. Суд вынес приговор жительнице Лабытнанги, которая воспользовалась душевной добротой местного жителя и обворовала его. Северянин встретил даму в подъезде. С его слов, женщина находилась в тяжелой жизненной ситуации. Он решил ей помочь и впустил в квартиру. Доброты 32-летняя жительница-семилиственниц не оценила и украла у мужчины банковскую карту. С ней она отправилась по магазинам и потратила более 30 тысяч рублей, попутно попав в камеры наблюдения. Воровку поймали. Суд отправил ее в колонию общего режима на один год. В поселке Тазовский в суд передано дело о живодере, который на глазах у ребенка задушил щенка. Сцена произошла в одной из квартир микрорайона «Солнечный». Мужчина не захотел ухаживать за питомцем и решил от него избавиться. Мучительная гибель домашнего животного шокировала мальчика, который также находился в квартире. Прокурорам направлен иск о взыскании моральной компенсации в интересах ребенка в размере 20 тысяч рублей. Помимо этого, Северянин обвиняется по статье за жестокое обращение с животными. Двое несовершеннолетних из Надыма ответят перед законом. Они украли деньги с чужой карты. В апреле Надымчанка пришла в гости к своей приятельнице, решила оказать ей материальную помощь и передала свою банковскую карту вместе с пин-кодом ее 14-летней дочери, чтобы та купила домой продуктов. Подросток выполнила поручение и оплатила еще одну покупку одежды на 45 тысяч рублей. А позже передала карту благотворительнице своему 17-летнему приятелю. Тот прикупил еще продуктов на 20 тысяч рублей. Доказательная база по уголовному делу собрана. Обвинительные заключения переданы в суд. Работникам компании ЖЭК Надым пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы получить законную зарплату. Работодатель задолжала 9 сотрудникам почти 400 тысяч рублей. Городской прокурор потребовал не только выплатить зарплату, но и также компенсировать моральный вред, который оценили в 18 тысяч рублей. После положительного решения суда задолженность перед работниками погашена в полном размере. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова